ну что ж дорогие друзья вот наш новый объект для изучения блендер давайте посмотрим чем у нас встречает новые файлы 2d анимацион скульптинг видео идет фаха я не знаю что пока что так тут говорится открыть тут какие последние были кадры давайте посмотрим последний кадр это было овечка это было овечка так сейчас нам не овечка нужна это вот такая вот она это я пробовал уже лепить но мы начнем и с этого мы начнем с нового файла генеральная то есть мы находимся сейчас объект модус вот она тоже есть скульпт модус потом видит модус и дальше и текстуре да ну так же они расход на находится и вот здесь для нас главное разобраться что мы можем с этим кубиком делать ну во первых нажимая среднее колесико мы можем увеличивать так и уменьшать далее нажав колесико и мы можем укрутить прекрасно и зажав шифт мы можем двигать это вот основные ее этого блендера параметры скажем так давайте рассмотрим что у нее еще есть то есть вот это движение мух то вот мы можем тоже вот так двигать так двигать и вот так двигать по оси вот оси наши x y и z z здесь почему-то наверху все не имеет а или вы не важно нам какая разница так тут можно тоже двигать оказывается можно делать следующее то есть движение и осуществляется еще кнопкой g где она у нас кубка g наверно это мы переключились видит мода вот и там вот это действует пока вот в объекте мы сейчас в объекте с вами находимся также смотрим вот здесь есть возможности да это курсор мы можем курсор установить кого угодно вот этот курсор вот передвинуть его и сюда допустим поставить тот же самый кубик новый ну-ка нажмем shift и или а появляется а д д она же вот здесь а д д да но лучше все таки привыкать я себя приучаю пользоваться вот этими сокращениями shift а так вот мы куб видите куб стал там где появилась вот этот вот курсор сейчас мы удалим вот так не нужно хорошо далее вот это как понимаем и движение да так выделим и сразу появилось движение туда по всем осям а а нажать с скалиру видите если мы зажмем shift она будет медленно скалируется иногда надо действительно так так и можем назначить допустим g вот она двигается но если при этом мы нажмем y он двигается только по этой оси понятно x эта ось удобно и z наверх здорово мне это нравится так здесь также скалирование есть можно вот так раздвинуть можем вот так раздвинуть так но лучше нажимать все таки кнопочки x в случае работать лучше с кнопками так это у нас что а тут вот что появилось то есть мы можем тоже и вращать по определенному наверно осям да вот так так и так и так так и так окей так shift а кубик встал так этим я пока не знаю что это такое и это тоже не знаю вот я пока изучил вот эти это select box да это у нас курсор это у нас двигание туды суды и надо еще запомнить мне так как это шпаргалка шпаргалка прежде всего для меня то есть вот мы двигаем да зажав вот этот среднего колесика меньше вид чем как я сказал и зажав shift мы можем двигать по окно так с этим разобрались хорошо здесь как я понимаю это есть коллекция то есть стоит сразу камера стоит вот куб мы поставили и дефолт лихт освещает как бы да понятно теперь давайте мы разберемся с тем что как сделать вид сверху вид снизу сбоку и так далее для этого очень хорошо на нумпаде есть цифра 1 вот пожалуйста мы видим это дело и сразу можем поставить уже по осям правильно так теперь 3 так нам надо с вами сменить эту штуку чтобы мы видели действительно воочию что происходит 0 это нет не 0 подождите нажатие на колесико возвращает нас опять в это и давайте мы возьмем теперь тут где-то есть обезьян такая вот с ней будет хорошо видно вот она эта обезьяна да вот мы ее поворачиваем так странно теперь со светом что-то произошло непонятное теперь освещает как-то странно все это дело так так ну сейчас мы это дело поправим тут кстати есть еще всякие разные если мы возьмем вот так то здесь есть вот вот всякие цвета давайте попробуем солнце что будет солнцем если что вот так вот так солнце освещает допустим да ага но нам не это надо пока нам надо посмотреть что дает нам семерка нам семерка дает вид сверху да и мы можем зажав нет нам надо встать на Сюзанну вот она называется Сюзанну G и мы можем уже не трогая клавиатуру мыши двигать туда-сюда вот нажали левую кнопку мыши она встала то есть мы видим что семерка это вид сверху запоминаем теперь девятку девятка нам показывают как я понимаю вид снизу ага хорошо теперь однерку берем вид спереди тоже можем поправить вот так так и третья тройка должна быть вид звуку точно то есть очень удобно в этом плане не надо окна никакие заводить как с ними достаточно вот пользоваться этим не нужно 4 окна хорошо как я сказал в параметрический можно вид можно просто мы зажмем и видим эту обезьяну без карвана уже как она есть то есть вот с координатами мы с вами разобрались также есть различные виды так вот допустим это у нас шейтинг это у нас я понимаю шейтинг тоже это у нас viewport это да это внутренности хорошо все ну пока вот в этой шпаргалке мне больше ничего не надо главное это запомнить и потом применять но вы знаете что применять надо постоянно с этим делом тренироваться и тогда у нас все будет хорошо здорово итак тогда первая шпаргалка готова до следующего видео до следующего видео до следующего видео до then